Ключ рая ЛА ИЛАХА ИЛАЛЛЛАХ Ключ рая ЛА ИЛАХА ИЛАЛЛЛАХ Однако ключ не открывает, кроме как зубцами. А этими зубцами являются условия ЛА ИЛАХА ИЛАЛЛЛАХ. Тот, кто не придет с этими условиями, не принесет к такому пользу ЛА ИЛАХА ИЛАЛЛЛАХ. Условия нет Божества достойного поклонения, кроме Аллаха, восемь. Кто знает их? МАШААЛЛЛАХ О, наши братья, пусть никто не говорит. Да-да, дай мне семь условий. Я добавлю восьмое. Первое. Знание. Что означает знание в условиях ЛА ИЛАХА ИЛАЛЛЛАХ? То есть, познаешь смысл ЛА ИЛАХА ИЛАЛЛЛАХ и Мухаммадом Абдуху и Расулу. Мухаммад – раб его и посланник. Знание, а его противоположность – джахль – незнание. Человек, не знающий смысла ЛА ИЛАХА ИЛАЛЛЛАХ, не принесет к такому пользу ЛА ИЛАХА ИЛАЛЛЛАХ. Второе. Принятие. Противоположность – принятие – отвержение. Значит, обязательно человеку принимать все, что пришло от Аллаха, и не отвергать даже одну букву. Да, затем. Третье. Убежденность и противоположность этому – сомнение. Если человек засомневался хоть в 1% из 100% единобожие господства или единобожие божественности или единобожие имен и атрибутов, или засомневался, что пророк Мухаммад – раб, которому не поклоняются, посланник, а не лжец – такой не является единобожником вообще. Четвертое. Правдивость. Что означает правдивость ЛА ИЛАХА ИЛАЛЛЛАХ? Чтобы человек был правдивым в словах ЛА ИЛАХА ИЛАЛЛЛАХ. Да, продолжай. Пятое. Искренность и противоположность этому – ширк многобожие. Итак, у нас есть очень большая проблема, а это ширк многобожие. Так как, если многобожие войдет в поклонение, нарушит ее. Иногда человек говорит ЛА ИЛАХА ИЛАЛЛЛАХ и в то же время совершает жертвоприношение идолу могиле, и не принесет такому пользу ЛА ИЛАХА ИЛАЛЛЛАХ. У меня вопрос. Показуха в милости не подобны ли показухе ЛА ИЛАХА ИЛАЛЛЛАХ? Кто знает, пусть поднимет свой палец. Человек совершил показуху в садаха – милости не подобны ли показуха в милости не показухе ЛА ИЛАХА ИЛАЛЛЛАХ? Да, здесь показуха и там показуха. Показуха является малым ширком многобожием, и вид показухи здесь малый ширк. Правильно? Неправильно? Почему неправильно? Если человек совершил показуху ЛА ИЛАХА ИЛАЛЛЛАХ, не вошел в религию в основе вообще. Однако, если человек совершил показуху в садаха – милости не, то это является малым ширком. Итак, здесь будет показуха большим ширкам, а здесь малым ширкам. Хорошо, да, продолжай. Шестое, подчинение. Значит, необходимо совершение дел противоположит этому оставлению. Да, продолжай. Седьмое, любовь. Любить кого? Любить Аллаха и не любить кого-либо, кто бы он ни был, наравне с Аллахом, любовью одинаковой. Хорошо, где же тогда любовь к пророку, саллиллаху, алейху ассалям, праведникам, единобожникам и другим? Любовь к ним будет после любви к Аллаху. Понятно? Хорошо, любовь противоположен, с которой ненависть. Скоро придет смысл в книге Навахаду алиссалям, тот, кто возневидел какую-либо вещь, будь она малая или большая, с которой пришел пророк, алейху ассалям, даже если он совершает дело в соответствии с этой вещью, станет неверным. Совершает молитву, однако ненавидит ее. Такой является кафиром, неверным. Проявление неверия к тому, чему поклоняются помимо Аллаха. Проявление неверия к Тауту или веры в Аллаха является столком свидетельства. Тот, кто проявил неверие в Таута и уверовал в Аллаха. Понятно? Хорошо.